Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Татьяна. Надеюсь, меня видно и слышно. Если что-то не так, пишите, пожалуйста, в чате. Татьяна, большое спасибо за столь подробный анонс нашего курса. Я сегодня тоже обязательно расскажу подробности. Чувствуется, что Татьяна говорила о наболевшем. Ну а сегодня, уважаемые коллеги, наш вебинар ориентирован прежде всего на преподавателей вузов, на научных руководителей студенческих работ. Вот мы с вами действительно приоткроем некоторые секреты проверок работ на заимствование, о чем сегодня поговорим. Два слова скажу о том, что такое система антиплагиат. Не сомневаюсь, что все, кто пришел, знают. Но иногда немножко мы себе фантазируем и представляем немножко далекой от действительности тот функционал, который у системы есть. И зачастую, к сожалению, применяется система поиска заимствований не вполне корректно. А именно основной вывод делается по проценту оригинальности. Сегодня хотела бы об этом поговорить, почему это не вполне корректный подход. Вот. Поговорим про цитирование и самоцитирование. Где-то в серединке вебинара я сделаю небольшую рекламную паузу, с вашего позволения, и расскажу про наш онлайн-курс, который стартует уже 5 апреля. Затем мы коснемся такой проблемы, как перефразирование и переводные заимствования с позиции попытки обойти какими-то способами проверку на заимствование. Маскировка заимствований, или их еще называют технические обходы. Как их выявить? И как вывод, да, собственно, как оценить правомерность обнаруженных заимствований и как отредактировать отчет. Ваши вопросы приветствуются, пожалуйста, их пишите. Лучше всего, если вы это сделаете на вкладочке «Вопросы», чтобы они не потерялись. И в конце я обязательно на все вопросы отвечу. Итак, антиплагиат. Ну, по сути, это поисковик, поисковик специализированный, где запросом является текстовый документ практически любого размера и текстового формата. И результатом, ответом на такой запрос является интерактивный отчет, в котором подсвечен взаимствованный текст, показанные источники и рассчитан так называемый процент оригинальности. Сразу хочу подчеркнуть, что вопреки своему названию система антиплагиат не обнаруживает плагиат как таковой. Она обнаруживает совпадение текста в загруженной работе и в некотором имеющемся источнике. Является ли это плагиатом или это является корректным цитированием или, может быть, не вполне корректным цитированием, да, оформленным с каким-то нарушением, это уже зона ответственности того, кто проверяет. И здесь все инструменты система предоставляет для того, чтобы провести такой анализ. Да, вот спасибо, Татьяна напоминает, что презентацию можно скачать прямо сейчас на вкладочке файла. Пожалуйста, она вам доступна для скачивания. Вот, и прежде чем перейти к более подробному разговору о возможностях системы, я бы хотела напомнить, что на сегодняшний день у нас есть версия как для частных пользователей, для физических лиц, так и для корпоративных клиентов, то есть для юридических лиц. Ну, конечно, оптимальный вариант, когда организация, образовательная организация приобретает корпоративный доступ, потому что вообще-то не должны преподаватели и студенты платить из своего кармана за проверки, которые вообще-то предусмотрены нашим законодательством, да, то есть организация должна это обеспечить. Но иногда все-таки мы слышим от вузов и от редакций научных журналов, что, а, вот мы и пользуемся вашей бесплатной версией, у нас все хорошо. Ну, хочу немножко огорчить тех, кто пользуется бесплатной версией, да, у вас не все хорошо. Почему? Потому что, как и многие бесплатные версии, она имеет существенные ограничения, а именно она имеет ознакомительный характер. Дело в том, что, давайте я сейчас включу указочку, да, бесплатная версия users.antiplagiat.ru, там проверки ведутся по весьма ограниченной коллекции. Это коллекция интернет-фри, более того, эта ограниченная коллекция с ноября месяца уже не пополняется, и поэтому результат, который вы получаете, он может быть просто прекрасным, да, то есть там, я не знаю, 95% оригинальности, но это не значит, что в работе действительно нет заимствования. То есть эта версия, она ориентирована именно на знакомство с возможностями системы. Если частное лицо, физическое лицо хочет все-таки получить полноценную проверку, то там есть возможность подключения платных тарифов, а именно тариф Full, он дает результаты, максимально приближенные к результатам проверки в корпоративной версии, антиплагиатвоз и другие подобные продукты. Вот, но я сегодня буду строить свой рассказ и свою презентацию, именно ориентируясь на корпоративную версию, да, все мои примеры, все мои скриншоты будут именно про корпоративную версию. Конечно, это гораздо удобнее, гораздо надежнее, потому что там проверка ведется по так называемой объединенной коллекции, единой для всех организаций, это более 30 модулей на сегодняшний день, а также это возможность введения собственной коллекции, пополнения кольца вузов, и это возможность получить полный отчет для анализа, для редактирования, то есть это полноценный рабочий инструмент. Итак, ну, какие у нас правовые основания? Я напомню, что в Российской Федерации есть приказ Минобранауки 636-й и аналогичный 227-й, первый касается бакалавриата магистратуры специалитета, второй касается аспирантуры, ординатуры, там, адъюнктуры и так далее, и этими приказами именно установлены обязательные проверки выпускных квалификационных работ на заимствование. Но поскольку конкретики очень мало содержатся в этих приказах, то есть еще локальный акт вуза, как правило, в каждом вузе он есть, который разъясняет порядок таких проверок. И вот здесь возникает у нас законный вопрос, а каковы же, собственно, критерии оценки? В приказах на этот счет ничего не сказано, это там сказано оценка объема заимствования. Все. И здесь мы сталкиваемся с тем, что вуз устанавливает некий процент оригинальности, некий пороговый процент в инициативном порядке, потому что законодательно это никак не закреплено. Часто он устанавливается единым для работ разных жанров, будь то дипломная работа или курсовая, или реферат, который просто как рубежный контроль какой-то делается. И часто такой процент остается вообще единственным критерием оценки. То есть условно работа имеет x процентов оригинальности, значит она хорошая. Вопрос остальных процентов, да, вот там что, если меньше там x процентов, то все, работа возвращается студенту на доработку, и никто не разбирается, собственно, что там внутри. Ну, напрашивается метафора, как если бы мы с вами слушали оркестр и оценивали бы его игру только по одному единственному критерию, это громкость. Есть 80 дБ, значит играют хорошо. Нет 80 дБ, значит играют плохо. Согласитесь, это абсурд. Точно так же и с процентом оригинальности. Если мы возьмем с вами три дипломные работы трех студентов, Иванов, Петров, Сидоров, и, предположим, мы получили одинаковую оригинальность, условно 60% для каждой работы. Говорит ли это о том, что все три работы хорошие или плохие? Нет. Мы никаких выводов здесь сделать с вами не можем. Например, студент Иванов пишет работу по праву, и он цитирует нормативно-правовые судебные акты, у него большой объем цитирования, из-за этого оригинальность получается 60%, да, а в ВУЗе, например, установлено 70%, да, не дотягивает. Студент Петров пишет работу, например, по филологии, да, цитирует литературные источники, художественную литературу, работы критиков анализирует, да, тоже большой объем цитирования, значит, ниже процент оригинальности. Плохая работа? Нет. Надо смотреть, анализировать. Сидоров, я думаю, все помнят, да, замечательного Сидорова из рекламы Херши Колла, тоже оригинальность 60%, но работа представляет собой компиляцию из чужих работ, большие фрагменты скачаны с сайтов готовых работ и так далее. То есть мы по числовому показателю выводов никаких с вами сделать не можем. Большой процент не означает, что в работе нет плагиата. А пусть процент у нас будет, не знаю, там даже 90%, а вот эти оставшиеся 10, это что? То есть устанавливая процент, получается, что мы допускаем априори наличие плагиата в работе, но в небольшом объеме, да, вот чуть-чуть воровать можно. Процент ниже требуемого еще не означает, что в работе есть плагиата. Нужно смотреть, что эти заимствования собой представляют. Вполне возможно, что это корректные цитаты. И таким образом первый секрет состоит у нас в том, что главным, что нельзя судить, да, о качестве работы, любой работы, хоть студенческой, хоть научной работы, только по проценту оригинальности. То есть главным критерием должно быть все-таки отсутствие неправомерных заимствований. Правомерность заимствований должен оценивать эксперт. Компьютер, ни один компьютер пока это сделать не в состоянии. И для этого у него есть замечательный инструмент. Это полный отчет в системе антиплагиат. Поэтому, помимо того, что мы смотрим на процент, мы всегда переходим на страницу результатов, где уже показаны у нас четыре показателя в системе. Это оригинальность, заимствование, цитирование и самоцитирование. Важно здесь, я не знаю, насколько видно, да, важно, чтобы здесь было заполнено поле автора документа. Это очень важно для расчета показателя самоцитирования. Вообще-то это поле заполняется автоматически. Если документ у нас с титульным листом, и там указана фамилия автора, то эта фамилия подтягивается системой. Но если вдруг документ без титульного листа или каким-то причинам фамилия не загрузилась, то мы можем сделать это в ручном режиме, да, есть кнопочка «Редактировать свойства». Если мы этого не сделаем, то самоцитирование у нас будет всегда 0%. Как бы оно ни было оформлено, да, со ссылками, без ссылок, будет 0%, вот на это обратите внимание. Ну, давайте разберемся, как же работает, собственно, антиплагиат, как вычисляются вот эти четыре показателя. Цитирование. К цитированию система относит, во-первых, корректно оформленные цитаты. Сейчас покажу, что это значит. Во-вторых, это совпадение с коллекциями нормативных документов. Это гарант и оделет. Это шаблонные фразы. Это списки литературы. И это совпадение с так называемым индексом одобренных документов. Что такое индекс одобренных документов, тоже ниже расскажу. Самоцитирование. К этому показателю относятся фрагменты, которые совпадают или почти совпадают с текстом источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Ну, применительно к студенческим работам, например, у нас пишется магистрская диссертация, и в ней используются фрагменты работы, которые тот же студент писал, когда он становился бакалавром. Допустимо это? Да. Будет ли это отнесено к самоцитированию? Да. Как это сделать? Чуть ниже расскажу подробнее. Соответственно, заимствование – это аналогичный или очень похожий фрагмент текста, и при этом он не оформлен как цитата. Он будет отнесен к заимствованию, но оригинальный текст нам говорит о том, что совпадений не найдено. Итак, по порядку, да, будем разбираться. Выглядит это в отчете вот таким образом, да, маркировка цветом, вот зеленые цитаты, желтенькое самоцитирование и красное заимствование. И начнем с цитирования. Ну вот я проговорила уже, да, что относится к цитированию. Подчеркну, что цитирование является отдельным показателем и не суммируется с процентом оригинальности, да, цитата не является оригинальным текстом. По оформлению, вот применительно именно к логарифму системы антиплагиат, модуль поиска цитирования, он определяет как цитату текст, который, во-первых, взят в кавычки. Почему важны кавычки? Кавычки позволяют отделить чужой текст от авторского, да, четко видно, что вот этот фрагмент заимствован, а вот это уже авторский оригинальный текст. Итак, взятый в кавычки и удовлетворяющий одному из трех условий. Либо указано полное имя автора или фамилия и инициалы, есть какое-то слово, обозначающее высказывание, говорит, пишет, утверждает, полагает, считает и так далее. Либо после цитаты есть ссылка, неважно, в квадратных скобках, в круглых, да, неважно, что там внутри, но вот имеется ссылочка, либо стоит сноска. Например, вот вы видите здесь четыре примера, вы видите, что в каждом случае есть кавычки, они выделены красным цветом, и в первом случае это фамилия и инициалы автора, во втором и третьем случае это ссылки, и в четвертом случае это сноска. Вот такие фрагменты будут по умолчанию распознаваться как цитирование. Вот пример, как это выглядит в полном отчете, да, это зеленый цвет, при этом у нас как источник выступает модуль поиска цитирования. Здесь вы видите, что не указан источник, это нормально, то есть если фрагмент относится к цитированию, источник его не определяется системой, то что он может быть абсолютно любым, да, то есть тут идет распознавание по способу оформления. Также к цитированию относятся списки литературы, если все-таки установлен в УЗИ какой-то пороговый процент оригинальности, и вот этот список литературы очень сильно снижает процент, потому что он относится к цитированию, его можно отключить. Делается это очень просто, вы в любом месте списка кликаете мышкой и выбираете отключить, после чего он становится серым и весь полностью уже относится к оригинальному тексту. В перспективе мы планируем возможность, вот мы сейчас над ней работаем, когда список литературы будет вообще исключаться из проверки, то есть он не будет относиться ни к оригинальному тексту, ни к заимствованному, ни к цитированному, ну, просто будет исключаться из вообще алгоритма. Также к цитированию могут относиться шаблонные фразы, ну, вот несколько примеров вы видите здесь на слайде, но, как правило, они существенно не изменяют процент оригинальности и нормативные документы. Но это актуально прежде всего для работ по праву, возможно, там по бухучету, где активно цитируются нормативные акты, судебные акты и так далее. Вот выглядит это вот так. У меня здесь источником выступает коллекция гарант. Это тоже цитирование. Но, если какой-то фрагмент, вы видите, что он является цитатой, а система антиплагиат отнесла его, например, к заимствованию, то у проверяющего всегда есть возможность отредактировать отчет и вручную изменить этот источник на цитирование. Как это делается, я ниже покажу. Ну, второй секрет состоит в том, что нужно, конечно, гибко подходить к оценке работ, которые не укладываются вот в этот требуемый процент. В работах по праву вполне допустимы большие объемы цитат, в работах по филологии, по истории и так далее, потому что, конечно, я не могу перечислить здесь все случаи, которые требуют большого объема цитирования. Ну, я обещала ей рассказать про индекс одобренных документов. Действительно, это очень полезная функция. В каждом ВУЗе, в каждой организации можно создать такой индекс и включить в него некий набор документов, которые после этого будут уже в студенческих работах и вообще в любых работах этой организации будут помечаться как цитирование. Что туда можно отнести? Ну, например, если у вас технический ВУЗ и есть какие-то типовые методики расчета там чего-то, какого-то оборудования, скажем, и все студенческие работы обязательно включают вот эти методики, да, и получается, что они все, ну, оригинальность их снижается, да, все эти методики вылезают как заимствование, потому что они повторяются, менять их нельзя. Нужно эти методики отнести в индекс одобренных документов и они будут выделяться как цитирование. Описание техники безопасности. Какая-то нормативно-техническая документация, которая, ну, узкого характера, узкоспециализированного характера, ее нет там ни в гарантии, нигде, пожалуйста. Шаблоны описания экспериментов, какие-то другие методики, опросные листы и так далее. Помещаем в индекс одобренных, сделать это может администратор, то есть у каждого пользователя такой возможности нет, это разумно, но администратор вполне может вот это все внести в индекс одобренных документов. И еще один важный момент, это самоцитирование. Ну, у студента могут быть уже научные публикации. Может ли он их использовать в дипломной работе? Конечно. Но обязательно должен проставить ссылку сам на себя, да, то есть культура цитирования уже со студенческой скамьи, она должна быть. Допустимо ли использовать свою же работу предыдущего уровня? Да, конечно. Но здесь важно, чтобы работа содержала некое приращение. То есть не просто компиляция из курсовых, да, а некое приращение на порядок выше, да, по сравнению с тем, что было. Может ли компьютер определить вот это приращение? Можно ли его померить в процентах? Нет. К сожалению, нет. Да, сделать это может научный руководитель, сделать это может выпускающая кафедра. То есть тут необходим нам человеческий интеллект. Как нам здесь помогает система антиплагиат? Ну, вот я уже сказала, очень важно, чтобы был указан автор для того, чтобы произошел автоматический расчет показателя самоцитирования. Вот сейчас он идет по шести коллекциям. И, соответственно, если находятся совпадения, ну, например, с статьями, с публикациями студентов в e-library, то эти фрагменты будут отнесены уже к самоцитированию. Если это другие какие-то коллекции, ну, например, в интернете или в кольце вузов есть работа данного студента, то, возможно, ручная корректировка. То есть просто тип источника может быть вручную заменен на самоцитирование. Ну, вот здесь еще раз акцент на фамилию автора. И вот таким образом происходит корректировка источника. То есть вместо, например, заимствования можно указать тип самоцитирования. И вот вы видите, что источник уже здесь перекрашен в желтый цвет и изменен на самоцитирование. При этом важно, сохраняется вся информация, что произошло, на что он заменен, по какой причине. Можно даже оставить комментарий, да, то есть все это хранится в отчете и бесследно не исчезает. Итак, четвертый секрет. В студенческой работе добросовестное самоцитирование является правомерным. Что делать с этим показателем? Можно его суммировать с процентом оригинальности, да, это допустимо. Или второй вариант. Такие источники можно отключать. Просто отключать, и тогда это все будет уже уходить тоже в оригинальность. Это в том случае, если у вас используется процент самоцитирования, и для вас это важно, для вас это критично. Так, ну, теперь, коллеги, как я и обещала, небольшая рекламная пауза. Я хочу рассказать о нашем онлайн-курсе повышения квалификации, который у нас стартует 5 апреля. У нас этот курс пройдет уже в третий раз, то есть программа уже апробирована. Мы получили оба раза очень много положительных отзывов, очень много благодарностей. Курс рассчитан на тех, кто проверяет научные или учебные работы, не на тех, кто их пишет. Вот сразу об этом хочу сделать оговорку. Вот Татьяна, я вижу, разместила ссылочку в чате. Большое спасибо. Это 72 академических часа. Это 8 живых вебинаров, в которые входит 7 тем. И самое главное – это 7 практикумов. То есть курс у нас носит практикоориентированный характер. Каждый слушатель получает учебный доступ к полной версии, корпоративной версии системы антиплагиат ВУЗ. Даже если ваша организация не является подписчиком, вот на период обучения вы получаете этот доступ. Что это вам дает? Это вам дает возможность поработать с системой, разобраться в том, как работать с отчетом, как его анализировать, как его редактировать, как готовить на основании отчета экспертное заключение. Все это мы делаем в рамках нашего курса. Вы получаете, вот Татьяна об этом уже сказала, получаете пакет методических рекомендаций. Есть у нас рекомендации как для ВУЗа, так и для НИИ. И вы получаете по каждому практику, вы получаете обратную связь от преподавателя. То есть мы не просто читаем лекции, мы находимся во взаимодействии с вами и даем вам обратную связь. Авторы курса у нас международный коллектив. Это два специалиста учебно-методического центра компании антиплагиат. Соответственно, я и Ольга Филипова. И представитель Республики Беларусь Ирина Стрелкова, которая также является представителем компании антиплагиат в Республике Беларусь по обучению. Ну и также она является заведующей кафедрой технологии профессионального образования РИПО. Вот наша дружная команда. И надо сказать, что и слушатели у нас тоже имеют международный состав. У нас учились и представители из России, из Казахстана, из Кыргызской Республики, из Республики Беларусь. И надеюсь, что эта тенденция будет у нас продолжаться. Вот. Ну, я говорила о семи темах. Вот эти семь тем вы можете сейчас видеть на слайде. Это в свернутом виде. Подробности вот доступны по ссылочке, которую сейчас видите в чате. Помимо, собственно, работы системы антиплагиат, мы очень много внимания уделяем методологии использования, уделяем внимание попыткам искусственного повышения процента оригинальности, оценке правомерности заимствований в учебных работах, в научных работах. То есть вы получите конкретную работу и сможете подготовить по ней экспертное заключение. Вот. Ну, и также вы видите, что мы рассматриваем взаимодействие преподавателей и студентов в системе антиплагиат и рассматриваем администрирование. Ну, вот несколько отзывов участников. Да, если любопытно, презентация вам доступна, вы сможете потом ознакомиться, посмотреть. Коллеги, если есть какие-то вопросы, сейчас самое время их задать по курсу, да, если что-то интересует, пожалуйста, пишите на вкладочке «Вопросы», я с удовольствием отвечу. Так, ну, а мы с вами движемся дальше по нашему плану. И хочу остановиться на такой проблеме, как попытки маскировки заимствований. Хочу спросить вас. Пожалуйста, в чате поставьте сейчас единичку, если вы сталкивались в работах ваших студентов с такими попытками. И поставьте нолик, если не сталкивались. Маскировка заимствований, да, какие-то технические хитрости, попытки обойти систему антиплагиат. Единичка, если сталкивались, нолик, если не сталкивались. Так, спасибо. Ну, вот вы видите, да, что очень много единиц. Есть нули. Давайте я минутку еще подожду. Так, спасибо. Ну, вот, знаете, те, кто поставил нули, коллеги, с одной стороны, я за вас рада, я за вас рада, да, но с другой стороны, возможно, что вы не заметили этих хитростей, да, что имеется в виду под маскировкой. Можно, кстати, написать сейчас свои примеры, да, вот те, кто поставил единички, напишите, пожалуйста, а с чем именно вы сталкивались, да, вот с какими попытками, что это было. Имеется в виду, когда текст работы умышленно портится, добавляется какой-то лишний текст. Вот у нас был случай, когда было в работе пять страниц написано текста «сыр, колбаса, молоко». Да, это бессмысленный текст. Но с точки зрения системы антиплагиат, он является оригинальным, поэтому расчет на то, что система это проглотит, и повысится объем работы, и повысится процент оригинальности, да, таким образом. Вот. Ну и так далее. Разные есть способы. Значит, как здесь вам помогает система антиплагиат? Подобные документы, в которых обнаружены такие попытки, красятся красным цветом, да, и помечаются как подозрительный документ. И вот с этой странички, да, можно перейти, обратите внимание, да, тут есть ссылочка подробнее, можно перейти к отдельной странице подозрительный документ, где в нашем случае это вот вставка, розовым цветом маркированы вот эти все фрагменты, да, где был вставлен какой-то посторонний мелкий текст. Мелкий текст белым шрифтом, да, и когда вы читаете работу, вы никогда в жизни его не обнаружите. Если вы ее распечатаете, если вы ее откроете в Word, да, вот антиплагиат умеет такие вещи распознавать. Да, вот спасибо большое. Евгения пишет, замена русской буквы О на английскую. Это давно уже не работает. Да, добавляли латинские буквы. Да, вместо некоторых букв вписывали цифры. Но нет предела совершенства. Кстати, на нашем курсе каждый слушатель получает вот такой документ с обходами, с маскировкой, и он должен их распознать и вынести свое экспертное заключение, да, то есть прям на практике учимся распознавать вот такие вещи. Ну, поэтому пятый секрет очень простой, да, прежде чем анализировать работу, нужно убедиться в отсутствии таких попыток. А если они есть, то такая работа не должна дальше проверяться. Извините, это мошенничество, это нарушение академической честности, такая работа не должна рассматриваться. Да, это попытка обмануть вас и попытка, в общем-то, получить диплом нечестным способом. Еще один популярный способ обмануть системы антиплагиат это переводные заимствования. Коллеги, те, кто сталкивался с подобными попытками, может быть, в студенческих работах, может быть, в научных, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто не сталкивался, поставьте, пожалуйста, минус. То есть, ну, что делает недобросовестный автор? Он находит статью, там, на английском языке, подходящую по теме, переводит на русский и вставляет в свою работу без каких-либо ссылок. То есть, он пытается выдать эту работу, этот текст за свой собственный. Если ссылка есть, все хорошо, вопросов нет, да, но когда это делается без ссылки, так, вот смотрите, здесь есть плюсы, да, но минусов уже больше. Конечно, обнаружить такие вещи очень сложно, потому что перевод вещь неоднозначная, но система антиплагиат сегодня умеет это делать. Начинали мы с нескольких буквально языков, но вот в 22-м году у нас стоит амбициозная задача добиться, чтобы это было уже 100 мировых языков в любых сочетаниях. Выглядит это вот таким образом. Здесь у нас пример работы на кыргызском языке. Когда автор взял русскоязычный источник, перевел на свой национальный язык и вставил без каких-либо ссылок, да, вы видите, что ссылок здесь никаких нет, вот модуль поиска, кыргызский, русский, да, можно увидеть первоисточник, это в статьях в e-library, вот здесь российские авторы приведены. Но это в любых сочетаниях. И еще один популярный способ это перефразирование. Перефразирование может быть инструментом косвенного цитирования, если автор поставил ссылку. Перефразирование может быть попыткой скрыть заимствование, если автор такую ссылку не поставил. Поэтому в системе антиплагиат, да, тоже есть специальный модуль поиска перефразирований, который позволяет такие заимствования обнаруживать. Обращаю ваше внимание, что перефразирование всегда маркируется как заимствование. Вот пример. Пример. Мы взяли кусочек из Википедии, здесь вот он скопирован дословно, а справа вы видите перефразированный фрагмент. Это легкая степень перефразирования, просто некоторые слова мы заменили на синонимы. И вот такие фрагменты система тоже помечает красным цветом, как заимствование, как источник здесь модуль поиска перефразирования по интернету. Здесь уже задача тоже проверяющего оценить степень правомерности, посмотреть, есть ли ссылка. В нашем случае ссылки нет. И если ссылка имеется, то вручную отредактировать отчет. Резюмируя, все, что было сказано, есть некие критерии оценки правомерности обнаруженных заимствований. Во-первых, это наличие связи, наличие или отсутствие связи с автором работы, то есть не является ли этот кусочек самоцитирования. Если это дословное цитирование, есть ли там кавычки, если это цитирование, то есть ли там ссылка и сноска, и насколько корректно она расположена. Потому что иногда объем заимствования составляет несколько абзацев, там чуть ли целую страницу, а ссылка стоит где-то после первого предложения. То есть понимаете, это некорректно. Упомянут ли этот источник в списке литературы? В какой части работы мы видим это заимствование? Одно дело, если это обзор, а другое дело, если это результаты и выводы. В результатах и выводах вряд ли мы можем предполагать наличие заимствованного текста. То есть выводы должны быть все-таки самостоятельными. Самое, наверное, сложное, насколько обоснован объем этого заимствования. Тоже здесь только эксперт. Здесь нельзя это никоим образом померить. Ну и, конечно, когда была написана работа, если по каким-то причинам мы проверяем работу, которая была написана год назад или полгода назад, то мы уже должны здесь обращать внимание на дату источников. И шестой секрет. Это необходимость оценивать правомерность и корректность заимствований, понимать, что система антиплагиат дает предварительный результат, показывает совпадение текстов, но не устанавливает первоисточник. Поэтому окончательное решение о правомерности заимствования должен принимать тот, кто эту работу проверяет. Ну и здесь хочу показать, как можно редактировать отчет. Конечно, сейчас это будет просто теоретические сведения, если кто-то вдруг об этом не знает. На курсе мы делаем это все на практике, редактируем отчет, приводим обоснования, почему мы это сделали, и делаем экспертное заключение. Значит, первая возможность, всего их три, это исключение источника. Любой источник вы можете отключить, нажав на кнопку «Корзина», указать причину исключения этого источника. Ну, например, это копия проверяемой работы, либо это источник, который написан позже, чем сама работа. Ну, разные могут быть здесь ситуации, и в этом случае мы можем источник отключить. Можно отредактировать тип источника. Это кнопка «Карандаш». Вы можете превратить заимствование в цитирование, если вы видите, что это заимствование корректно оформлено. Есть ссылки, источник указан в списке литературы. Конечно, вы можете преобразовать его в цитирование. Или вы можете преобразовать его в самоцитирование, если вы видите, что это работа того же самого студента. Ну, и третья возможность, я ее уже вот показывала, когда у нас был пример со списком литературы, это отключение отдельного заимствованного блока. То есть вы отключаете не весь источник, а вы отключаете кусочек текста. Каким образом? Вы просто кликаете на этот кусочек и нажимаете «Отключить». Причем это может быть не только список литературы. Это может быть совершенно любой фрагмент. Например, шаблонные фразы, например, титульный лист, например, текст методики, которая использована в работе. И вы понимаете, что это правомерно, и студент обязан был именно эту методику использовать. Да, такие фрагменты можно отключать. Обращаю ваше внимание, что вся эта история, она сохраняется. Прошу прощения. То есть иногда преподаватели нам говорят о том, что я боюсь редактировать отчет, потому что меня обвинят по тому, что я пошел навстречу студенту, принят в коррупции, что я сделала это за деньги. Еще как-то все сохраняется. То есть вы видите, что если мы перепроверили одну и ту же работу, например, два раза, то каждый отчет хранится. Если мы редактировали отчет, то каждый раз создается корректировка. Вот они все корректировки. То есть история проверок, она вся сохранена. Более того, когда мы выгружаем отчет в PDF-формат или в версию для печати, то здесь тоже причины, например, отключения источника или причины изменения типа источника, они все хранятся вот здесь в графе «Комментарии». То есть невозможно ничего сделать тайком. Система хранит все вот эти изменения. Ну и, собственно, на основании вот этих всех изменений после редактирования отчета его можно сохранить. Можно выгрузить справку по результатам проверки. И в этой справке будет уже отображаться две колоночки. Первая колоночка – то, что было после автоматической проверки. А вторая колоночка результатов и показателей – то, что было после редактирования. То есть здесь не стоит опасаться каких-то манипуляций, каких-то ухищрений со стороны преподавателей. Это все прозрачно. То есть тайком здесь сделать ничего не получится. Ну и седьмой секрет или седьмой совет состоит в том, что, конечно, полный отчет необходимо редактировать три возможности мы с вами рассмотрели, которые здесь предоставляются. Вот это и будет окончательным результатом проверки. Ну и, наверное, очень важный восьмой секрет, восьмой совет – это необходимость регламента. Коллеги, а поделитесь, пожалуйста, если у вас в УЗИ, в вашей организации существует регламент, который регулирует проверки на заимствование, поставьте, пожалуйста, в чате сейчас единичку. Если такого регламента у вас пока нет, поставьте, пожалуйста, нолик. Давайте вот небольшой такой опрос. Значит, если есть, то единичка, если нет, то нолик. Так, ага. Есть единички, есть нули. Ну вот я двумя руками за то, чтобы регламент был. Почему? Потому что это удобно и для преподавателей, и для руководства ВУЗа, и для студентов. Мы четко фиксируем, что вообще мы считаем правомерным заимствованием, что неправомерным. Какие права и обязанности у проверяющего, что он должен не просто посмотреть на процент, он должен проанализировать отчет, проанализировать правомерность заимствований и при необходимости отредактировать отчет. Какие права и обязанности у студента? Какая ответственность у студента? Вот ты сдал работу, в которой обнаружили маскировку заимствований. Какая будет ответственность? Да, что будет? Порядок принятия решения по результатам проверки. Порядок апелляции. Если студент не согласен с результатом, у него должна быть возможность подать апелляцию. И как эта апелляция рассматривается, допустим, выпускающей кафедрой, создается ли комиссия и так далее. Какая ответственность? Авторов сказал уже об этом. Какая ответственность проверяющих? То есть если преподаватель не уделил должного внимания, как допустил это все на самотек, какова его ответственность? И когда у нас все это зафиксировано, мы находимся в общем информационном поле, и каждый проверяющий может аргументировать, может обосновать свои действия, что вот я это сделал на основании пункта 5.1 регламента. У меня есть такое право отключать источники. То есть он уже не берет как бы личную на себя ответственность, знаете как, в силу своих каких-то представлений, в силу своих понятий, вот своего жизненного опыта. Нет, он работает в рамках регламента. Поэтому, конечно, я вот двумя руками за регламент очень его рекомендую. И в том числе в нашем курсе мы, у нас есть отдельный практикум, мы составляем фрагмент регламента для вуза или для научной организации, да, есть два варианта. Составляем прям кусочек регламента, и вы получаете обратную связь, что здесь хорошо, что здесь можно доработать, то есть вот тренируемся на практике. Таким образом, наши слушатели, они становятся специалистами не только по работе непосредственно с системой, но и по вгидрению, по налаживанию этих процессов в организации. В общем-то, зачастую проблема именно в этом и кроется. Так, ну и коллеги, я хочу напомнить о возможности получить бесплатный тестовый доступ к системе Антиплагиат для юридических лиц. Если вы пока не являетесь нашим подписчиком, сделать это очень просто. на сайте антиплагиат.ру необходимо заполнить вот такую заявку. И после этого с вами свяжется наш специалист и согласует уже все детали. Подчеркну, что это предложение для юридических лиц, для вузов, для научных организаций. Если вы частное лицо, то тоже добро пожаловать на сайт антиплагиат.ру. Там есть специальный раздел для частных пользователей, где вы можете проводить проверки. Вот, ну, подчеркну, что я рекомендую все-таки использовать платный тариф. Так, ну и давайте повторю еще раз информацию про курс. Курс стартует 5 апреля. Это онлайн-курс, курс повышения квалификации. Есть возможность получения удостоверения государственного образца. Для наших клиентов, для клиентов компании Антиплагиат, там предусмотрены скидки. Вот Татьяна вначале говорила о льготной цене до, по-моему, 22 марта, да, но есть еще и скидки для наших подписчиков, есть скидки на групповое участие, поэтому, пожалуйста, я думаю, что Татьяна, надеюсь, что Татьяна сейчас повторит ссылочку в чате, да. Так, я, наверное, могу и сама это сделать. Да, прекрасно. Вот, все подробности по ссылочке вы можете посмотреть и, да, вот, спасибо большое, и прийти на наш курс. Так, ну, теперь давайте я готова перейти к ответам на вопросы. Так, Алия спрашивает, как проверять закрытые секретные рукописи по антиплагиату? Точно так же, уважаемые коллеги, значит, все документы, которые вы загружаете в систему, они никуда не попадают, никуда. Они остаются внутри вашей организации, да, они не попадают в интернет, они не выкладываются в сеть, не попадают ни в какие коллекции, если только вы сами их не проиндексируете, да, поэтому доступа к секретным рукописям, к закрытым, и не имеет никто, кроме того пользователя, который загрузил этот документ на проверку. У нас очень высокая степень информационной безопасности, у нас реализована сейчас система двухфакторной аутентификации, если вы знаете, что это такое, да, поэтому никаких случаев утечки информации у нас нет. Если организация имеет какие-то повышенные требования вот к секретности, да, я просто не знаю, да, Алия, что вы имеете в виду, у нас есть, господи боже мой, защищенная версия, извините, забыла, как называется, слово вылетело, да, защищенная версия, которая устанавливается локально на сервере заказчика, то есть это замкнутый контур, который вообще не обращается к интернету. Все закрыто, все коллекции устанавливаются на сервер, если вас интересуют подробности, пожалуйста, напишите мне, вот здесь есть e-mail, беленькаясобачка-антиплагиат.ру, да, и мы вам все подробности с удовольствием расскажем, да, то есть такая версия существует. Так, я вижу, что на вкладочке «Вопросы» у нас вопросов нет. Да, есть, так, прошу прощения, отключу звук у второго устройства, чтобы не фонило. Был вопрос из группы ВКонтакте в комментариях к анонсу, поэтому я его позволю себе озвучить, обещала автору комментарии, что я спрошу вас во время вебинара. А вопрос был такой, почему от студентов очень часто он поступает. Я так понимаю, что, может быть, это связано вот как раз с вопросом отсутствия регламента или непрописанным каким-то пунктом в регламенте на проверку заимствований. То есть студентов обязуют проверять самостоятельно свою работу на оригинальность текста. То есть сначала они это все сами проверяют, выявляют, а потом уже сдают работу на проверку. Ну, то есть как-то себя-то надо же тоже проконтролировать, где я саму слуху поставить или что. И, скорее всего, они пользуются внешними какими-то ресурсами. Ну, есть у нас разные ресурсы для проверки, помимо антиплагиата. И, естественно, когда они сдают работу на проверку, процент расходится и весьма очень значительно, и не в пользу студентов. Из-за этого возникает очень много вопросов, претензий взаимных со стороны научных руководителей, со стороны студентов. Вот как быть в этой ситуации, как разрешить... И даже если студент проверяет как бы на бесплатном доступе в том же антиплагиате, а потом проверяется это все научным руководителем, например, работы, то расхождения они все равно тоже есть. Вот как быть в этом случае? Что вы можете посоветовать, чтобы таких ситуаций избегать? Ну, я вначале вот об этом говорила, да, Татьяна, спасибо за вопрос. Действительно, такая ситуация возникает, когда студент пользуется либо нашим бесплатным доступом, либо каким-то еще бесплатным доступом. Ну, масса сайтов, да, если там, я не знаю, в Яндексе забить там проверка оригинальности, да, то, конечно, будет масса предложений. Почему это происходит, я объяснила, потому что разный набор коллекций, да. Значит, если, если студент все-таки хочет получить результат такой же, как будет видеть его преподаватель, да, то он может воспользоваться платным тарифом на сайте antiplagiat.ru, да, пожалуйста, вот, либо это вопрос к вузу. Сколько попыток вы даете студенту? Ну, невозможно с первой попытки написать хорошую работу, да, то есть хотя бы две-три попытки, а в некоторых вузах это пять попыток должно быть у студента, да, чтобы он, потому что он учится, да, это у нас не соискатель ученой степени, это у нас всего-навсего студент, который со школьной скамьи привык копипастить. В школе его это мы не учили, да, и вдруг выясняется в вузе, что делать этого нельзя. Ай-яй-яй, а как же быть? Вот, поэтому я думаю, что это вопрос к вузу. Сколько попыток вы даете студенту? То есть это, это скорее вот вопрос, наверное, как раз к регламенту прописать. Конечно, конечно. Чем можно, сколько раз можно и так далее. Да, да. Потому что у нас, допустим, есть и попытки. Имеет возможность оплачивать там платный доступ, да, то есть это как-то, скорее, вопрос о регулировании вузом и, скорее, вот к регламенту. Да, да. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. В силу вопросов пока больше нет. Так, ну, коллеги, большое вам спасибо за внимание. Если вопросы возникнут, то контакты вот вы видите на слайде. Пишите, будем рады помочь. Я тогда на этом прощаюсь. Большое спасибо, Татьяна. Большое спасибо, Директ Медиа, за приглашение. Продолжение следует...